привет мои любимые привет привет добрый прекрасный летний день июль у нас я сижу на балкончике потому что дома очень жарко и это там маруха как он по-русски вентилятор вообще не помогает только теплый воздух гоняет хотя и помыла все и постирала и все вроде свежо и в то же время все равно как-то от стен какой-то жар идет от всего вот ну харита как-то лежит я ее накупала она валяется под столом сейчас разговаривала с наташей почему-то захотелось с вами поделиться с сыночком со своим разговаривала с соломоном он мне рассказывает что у него это машина он же так сует и днем ночью вообще там не спит ничего я говорю ты сегодня где спал он горит сегодня у друга беруте а вчера говорит в машине спал там часик-два прикурнул и дальше поехал работать вот у него эта машина он говорит ломается больше чем ездить ну ладно бог ему в помощь вот и наташа мне рассказала историю про то как даже не помню кто пришел кришне в гости а он был такой бедный очень человек изможденный у него там грязь стекла по рукам и были синячки под глазами потому что у него там негде было не помыться они воды не было ничего и он кое-как дошел до жилища кришны и принес ему у него там было несколько зернышек криса и он их сварила его жена там и он замотал их там тряпочку какую-то эту штучку и принес кришне и охранники на входе не пускали его к его другу любимому кришне ему хотелось какой-то подарочек принести он принес сотворенный рис жмейнику потом в общем пустили и он приходит подходит кришне и говорит ты прости меня я тебя так сильно люблю но у меня вообще ничего нет вот последний рис и я принес его тебе потому что мне так хотелось тебе что-нибудь подарить чтобы тебе было приятно друг мой и кришна взял у него этот рис и сказал это самый дорогой подарок который у меня есть из всех подарков которые поднесли мне самый такой трогательный самый бесценный подарок вот ну и все там он попрощался поехал домой приехал домой а жена начала ругать и говорить ему что что ничего у кришны не попросили это рада то я ему последний рис сварила ты даже не мог попросить там дома или хотя бы корову или что нибудь у нас ничего нет мы завтра умрем он сказал я не хочу ничего у него просить я его люблю просто так безусловно потому что он есть потому что я в него верю пенопласт скрипит вот и потом он пошел в эту кибитку или в тачку или что там где на чем ехал и взял эту тряпочку от риса ну чтобы жене вернуть чтобы он постирала и открывает а там полная тряпочка золотых монет на каждую эту рисинку которую он дал кришне кришна им дал золотую монетку вот я сейчас сыночку своему говорю сына благодаря и он говорит вот я два года сидел в тюрьме не за что я никого не обидел я ничего не сделал плохого я от своего сердца помогал девушки которую обижал какой-то там парень я за нее просто заступился потому что она слабая а я мужчина я сильные заступился за нее меня за это посадили только потому что у этого парня там богатый отец еще что-то вот я горит два года сидел в тюрьме где-то там под землей и у меня нет ни дома не женщины не детей мои одноклассники у них уже по двое деток у кого по трое у них свои дома у них свои работы им там отцы или кто-то пооставляли какие какое-то свое дело и так далее и так далее у меня горит вообще ничего нет я как этот самый как листочек по ветру я говорю ангел мой но вот за эти два года тысячи тысячи десятки тысяч душ моложе тебя лучше или хуже это неважно только ум разделяет сколько человек за эти два года ушли с этого плана вообще ушли из земли и больше они не смогут ничего сделать не посадить дерево не родить сына не кому-то улыбнуться не кого-то обнять и благодари солнышко только пока ты есть ты можешь что-то изменить что-то сделать лучше кому-то сделать приятное кому-то помочь это же и есть твой опыт то для чего ты сюда пришел то чему радуется твоя душа благодаря чему она расширяется становится еще прекраснее и еще безграничнее и еще безусловней в любви в радости в благости он горит дамом очка спасибо тебе огромное что ты есть я горит без тебя иногда вот так не могу дозвониться или там на телефоне нет интернета или что-то и мне кажется все вся тьма мира уже сгустилась и лезет меня убить я говорю родненький ты свет бесконечный никакая тьма не может тебя уничтожить если ты помнишь что ты проявлены бог я послушала эту историю что наташа рассказала про кришну и рассказала соломону и он говорит да я примерно такую же тоже знаю притчу из корана или еще что-то там тоже мне рассказал вот и наташа говорит а я сейчас хочу тоже так дар своему любимому кришне я распускаю там чего-то режу какие-то там тряпочки из них вижу коврики хочу сделать такой красивый фиолетово-розово какой-то кстати мои любимые цвета я и сказала вот сделать подношение кришны этот коврик нарисовать его портрет у меня красочки есть а у меня сразу так в моменте идет а я вообще не делатель и я не хочу ничего там чудо то вот я знаю что я есть просад кришны я смотрю его глазками я говорю его говорением я слушаю его слухом которую мне даровал я люблю его бесконечной любовью получается я и есть подарок кришны а он подарок мой и всех нас все просто божественно и просто прекрасно чтобы не было все абсолютно для твоего блага для блага сусика чтобы вырос своих из своих страхов из тех штанишек и программ которым он научился от людей которые его учили чтобы он вспомнил себя и делал сердцем и каждый из нас так растет все опыт вот мы привыкли благодарить только за хорошее счастье это когда эйфория и эмоции шкаливают а благодарность она когда идет она идет абсолютно за все за хорошие нет хорошего плохого разделяет только лун все божественно пока ты есть пока ты сама осознанность пока ты сама любовь не знаю почему-то захотелось с вами поделиться девушка шикарная смотрите красота люблю вас мои хорошие всем божественного летнего прекрасного времени суток спасибо что вы есть очень-очень люблю вас спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!